Здоровки, Омега! Рад приветствовать вас на канале Омегон. Это реакция на Рындыча. Самые глупые тиктокеры в мире. А вообще, автор Рындыч довольно-таки мне интересен. И я думаю в дальнейшем смотреть его, если, естественно, автор не будет против этого. Вот. Погнали посмотрим. Погнали посмотрим. Я знаю, что это видео мало кого, может быть, заинтересует. Но мне дико интересно смотреть этого автора. Вот. Хе-хе-хе, погнали. Погнали, погнали. Где кнопка? Плей потерял. Вот. Нормально. Так. Вы когда-нибудь задумывались, почему у тиктокеров так много номинаций, но нет глав? Ах, так-так-так-так-так-так. Той, что по-настоящему отражала бы личность. Той, что стала бы визитной карточкой. Они танцевать умеют. Слагом блаженной незаурядности на корабле пустоты. Это время пришло. Че-то из головы все вылетело. И тише, кстати, же. Сражаясь в неутихающих спорах, человечество выдвинуло трех кандидатов. Даня Милохин. А я не хотел учиться. Не шло, не получалось никак. Андрюшка Нойлс. Просто не вкатила вот эта система нашего... Вот этого вообще не знаю, челла. Володя XXL. Вот про этого что-то слышал. Давайте решим таки уже, наконец, кто? Кто самый тупой? Слово предоставляется Арнольду Пистбольскому. Всем привет, друзья. Считаю кощунством принимать столь важное решение в одиночку, поэтому сегодня у меня будет поможем. Который костюмчик-то блатнялый, кстати. Объективность наху... Надавно! Как считаете, премия вообще нормальная тема? Объективно? Да. Номинант номер один. Один из самых популярных тиктокеров. Я буду рад жить камнем, на самом деле. Родился в Оренбурге и до 13 лет воспитывался в детском доме. Потом вместе... Он же, по-моему, это самое... В детском доме воспитывался, где этот, как его... И Ласковый Май, по-моему, если не ошибаюсь. ...где пошел по наклонной. Начал пить, курить, употреблять запрещенные вещества. Все, что угодно. Все, что угодно. Периодически сбегал из дома, работал официантом, спал на улице, ел листья. В смысле, зелье с грядки? Нет! На деревья листья берешь, пробуешь, оно бывает горькое, ты выплевываешь. Бывает кисленькое, тебе вкусно. Как, интересно, батя реагировал, когда он поутру возвращался в слюни с букетом листьев. Это как? Кисленькое, сука. Кисленькое. Но все изменилось в 19-м году. Даня открыл для себя ТикТок. За два года на Милохина подписалось более 10 миллионов человек, а журнал GQ признал его открытием года. Все это благодаря феноменальной способности улыбаться и мазать себя маслом в ТикТок. Я, конечно, не так далеко ушел от молодежи. Ну как, примерно так. Так, я 94-го года рождения, и современность я не особо понимаю. Особенно наряжание в женские платья, даже по приколу и на обозрение, это довольно-таки странно. Довольно-таки, как минимум, странно. А как мы будем выбирать тупейшего? Будем думать как-то... Эх, в деревне боевом. Я за маслом. На первый взгляд, ты человек, который рот открывает на треке. Так. Что? Респект за реально такое... За что? Ну, за такую активность. Ну, за активность. Так же и в GQ был. Он у нас есть, еб-е-б. Но близко. Респект за близость. Приводной популярности, Даня, естественно, начал рекламировать скам, каперов и прочий сброд. Самый крупный канал по ставкам в СНГ. Нужно всего лишь подписаться. То есть, получается, ты обманывал людей ради того, чтобы просто классно потусить. Получается так, получается так. На этом я пришла ошибка и дал понять, что каперы для него в прошлом. Но уже спустя пару месяцев сорвался. Вот этого я не знал, вот этого я не знал. Я вообще не люблю блогеров, которые вообще занимаются вот этим вот делом. Для меня это, ну, лично для меня, лично для меня это, ну, это гнило немножечко так, обманывать людей. Это как-то, ну, неправильно, если честно. Нужно в первую очередь думать о других людях, а не только о своей заднице, черт побери. Все-таки, ну, все-таки, ну... Я никак не мог подумать, честно. Близость с дубайским жуликом Ником Даймондом, который обещал из 30 тысяч сделать больше 200. А, ну, конечно, да. Человек с кличкой Ник Даймонд, представьте, к вам Кен приходит и говорит, А Нику Даймонду задонатил. Ну, ни х**, на... Впрочем, оставим мертвый жанр, разоблачение осталось до лучших времен и вернемся к Дане. Показываю людям то, что... Что? Я живу простой, да, ну, обычно. Мы все, ну, как, все одинаковые. Согласимся. Допустим, да. Ну-ка, ну-ка, ну-ну-ну-ну-ну. То же ты показываешь. Приношу больше эмоций. Ну, давай уже, давай. Я это понимаю. Прости, я не могу, я сейчас сдохну. Я просто гений, и у меня в голове то, что нужно только мне. Такая же фигня. Своей популярность туда не обязан к удачной генетике и вовремя подвернувшемуся продюсеру. Но это горькая правда. Милохин же предпочитает паранормальную версию. Я не знаю, назвать это чудом или как. Магия. Садился вечером за листочек, бумаги. Я писал так. Я самый красивый, я самый популярный. Со мной приятно общаться. Ко мне тянутся люди. Надо запомнить. Там, не знаю, все, все, все про себя самое хорошее писал и представлял. Самый... Просто вы видите, как с него лепят просто. Я начало вот так приходить. Брусселя с него лепят просто. Единственное, что вы сделали для того, чтобы стать популярным, богатым и прочее, вы... Верил в это. Записали... Вы в это верили. Можно ли сказать, что вы свою жизнь положили на алтарь тиктока? Да, я... Тикток, он как дьявол, только за успех приходится расплачиваться словарным запасом. Видео, можно сказать. Ведомый? Ведомый. Ага. Сравнили. Сравняли. Да, прости. Реально, такая разница, одна буква меняется. Но Даня и тут вышел тугим из воды. Слова, которые он не знает, показывает. Нормально. Мне важно, чтобы... Я понял. Тебя качает? Нет. Молодой, активный. Молодой, активный. Сравнили дела обстоят не лучше. Не знаю почему, но вроде математика по времени совпадала с крутыми бобрами на ТНТ. Вы провели в детском доме... Девять лет. Я с трех лет... Блин, крутые бобыцы, неофигенный мультик. С трех до тринадцати, это практически девять. Чего? А сколько это? Мне кажется, он Буратино. Знаете, только не тот из сказки, да? А из реальности. Который буквально на траву обменял. Все, что угодно. Все, что угодно. На деревья, листья берешь, пробуешь, оно бывает горькое, ты выплевываешь. Бывает кисленькое, это тебе вкусно. Славная полина. Может получиться... Вот это хорошо. И вот как этот номинант стал настолько популярным. Все очень просто. У Дани, как и у большинства сладеньких мальчиков, есть продюсер. Кто больше всех зарабатывает? Я. Эльф-торговец в миру Ярослав Андреев. Основатель рекламного агентства Wild Jam и создатель тик-ток-хауса Dream Team, собравший под своим знаменем множество известных вам популярных блогеров. Именно с его подачи было выполнено большинство политической рекламы на YouTube, в том числе парки Москвы аккурат перед выборами. Это серьезный нять, как оказывается. Помните? Я снимаю выпуск в Москве. И Даня в этом плане как никто подходит Ярику, потому что рекламировать будет все, что скажет, и не поймет, что это было. А что не сделаешь даже за миллион баксов? Прорекламирую политику. Всем привет. Сейчас я вам расскажу, что открылось и что будет открываться после отмены самоизоляции. всех блогеров сравняли реально сравняли но дали милокина путаешь так можно каждому понтоваться всех сравняли но меня ты путаешь если ты моя мама сколько 3 7 миллионов нифига себе это же я по сравнению с ним считаюсь песчинкой нет пиццы наверно маленькой среди да офигеть чем же он стал так популярен хотя даже в нем больше смысла как минимум служит ориентиром для какой-то рыбки насти по этому поводу не печалится потому что чтобы печалиться нужно первое осознание о чем мы говорим и второе старание и вот тут как раз загвоздка я стараюсь не снимать ничего к качества на камеру а то же знаете только стараться перестает шедевр на каннский фестиваль ну куда это плюс подписчики возмущаются зная свое место вот или за черт ну как обычно короче не расстраивает он их из-за этого я получил триллям нормально ральных тик токов понимаем володя проставился из-за слепой знал что надо в тик токе танцевать мышка сосиска просто все затеял он подобную расправу и зависть чуть-чуть чуть-чуть я пропустил из меня популярным он стал отнюдь не за шедевральных тик токов понимаем да что это говно володя проставился из-за слепой ненависти геем меня аж трясет просто всех были затеял он подобную расправу и зависть володя футболист ему часто прокидывали между ног мяч вот и злился что это все а кому-то мяч меньше плевать мнение вообще никто не изменит никогда после громкого высказывания на володю обрушился все ютубный хэйт также подали в суд заблокировали соцсети запретила использовать свою торговую марку в треке пурпурный брабус а тик ток выпустил специальные правила запрещающие призывы к насилию короче началась жесть если же инстаграм тик ток я никто оказавшись у разбитого коры правильно зачем ты такую ерунду ерунду вообще говоришь на аудиторию я вообще не понимаю даже не логично черт побери ты блин как бы ну во первых ты не сформулировал свою мысль ты блин просто сказал я бы там а я там и ты чё гонишь что ли ты кого там ну а камон так нельзя выражать свои мысли надо выражать их правильно то же самое что ты просто подойдешь какого-то человеку на улице скажешь ты мне не нравишься все одну тебя расстреляю там туда-сюда да смысле как черт побери он еще удивляет почему я там чувство там снесли естественно слышали горят уже ладно пила только вот он раньше тебе общая сидеть со мной как сейчас приятно неприятно почему потому что гей а вот сейчас тебе смысле типа типа он сначала против был потом сразу резко что ладно ты больше домой не приходишь пошел на просил далее масло машину долил для тела я же думаю откуда у него для тела положение не понравится не важно это фотография растил вот такого хотел чтоб жизни ему что-то важно было вот что ему важно в итоге он до сих пор не обижены за нее целом на телевизор смотрю после этого володя съехал из родного дома и перебрался в москву сейчас он живет какой-то команде с геями я живу и там 5 геев у меня в команде о включаем менеджеров из огня до в полумя получается я контактирую с ними и мне приходится работать и это очень круто повезло так повезло взял быка за рога володю херачит по сей день а компании снимающего в рекламе утопают в хейте бренду лэйс например разнесли все соцсети и вынудили вырезать гомофоба из рекламы хотят скорее черный пиар не будем задерживаться но двигаться нормально не дают трек недавно выпустил и снова бывал под раздачу теперь за оскорбление женщин походу там в тик токе травить володю стало чем-то вроде обезаловки и мы выстраться и ссылочка все поют про это очень странный какой-то все потому что он ведется теперь трек звучит так но чего у него точно не отнять это хайпа на негативе он на говне как на серфе после хайта за оскорбление женщин володя выдумал историю мол это ирина шейк заставила его изменить текст и даже подала в суд мы едем суд я очень дико переживаю однако в пресс-службе суда нам пояснили что такого дела у них не существует а на видео где володях вам придумала дашейк а зачем деле просто нечитабельно не покажешь мне открыты дирекции мишей ну значит либо ты показываешь ну либо ты пиздбол володю по факту по факту но по факту должного хайпа не получилось и он прослыл пиздболом ради сюжета на москва 24 это ли не успех но курьезы с треками на этом не заканчивается вообще в принципе все что известно его музыки это то что его постоянно заставляют переделывать пурпурный брабус ирину шейк но если уж так сложилось что текст никого не оскорбляет володя все равно найдет как обосраться зачем ты это делаешь скажи маски потом убегаю всего намешал зачем ты срываешь маски когда еще и карантин ты гонишь что ли снимаешь на видео песни чел кому может потому что в тот момент только в сутки заболевала по 7000 человек в москве а общее количество логично 10 тысяч хотя бы по этическим соображениям этого делать не стоило но после твоей дом шоколадку под каждым грызните для видео а но за шоколадку да чё бы нет и каперов можно в принципе и запрещенные вещества выпущи опубликовали твою историю где ты выложил скрин сайта где покупать наркотики почему до сих пор 4 миллиона его зашквар жесткий по самый сайт он проиграл но как добросовестный гражданин отказался выполнять этот и ты друг это же зашквар телефон и все это в истории это скриншот но друг тот же что в школе постоянно рядом курил вот он за ним так и ходит сейчас не похоже распространяется реклама запрещенки на youtube якобы угоняют канал и запускать стрим каким-нибудь казино а потом автор как ни в чем не бывало возвращает и о боги как это возможно такое только негатива я чего-то не выкупал нормально его потраливает там одолжупа в на столке молодик сексе детка ты на вкус как сладкая конфетка карамелька вот его я его точно не знаю не слышал даже уроженец города москва почти три миллиона подписчиков тик-ток выступает в роли асанта заблазнителя клеит все будь то пельмень который он планирует хорошенечко вы завитушки делает этим . или чем я слушал тебе нравятся плохие парни и знаешь что я здесь самый плохой иди отсюда иди отсюда при виде который там это против моиси моиси шарит шарит взгляд снизу вверх карамелька черт побери вот это самец актуальненько хорошо если где-нибудь на улице а если я не знаю на колесе обозрения он же лижет себя как кот если вовремя не преснуть перцем достанет яйца простуда выскочит на губах хватит облизывать это я просто так вставил знаешь есть только одна вещь чего-чего подожди просто блин реально рынок тоже отжигает просто по полу достанет яйца на самом деле я не запланированный это я просто так вставил как она вещь которую юные леди должны в себя засовывать и это удивить член если бы андрей выбрал книгу то возможно и не попал в номинацию но с другой стороны не было бы и татуировки влюбленный в себя соперников не наблюдает а на жопе чашечка кофе и подоконник со скамеечкой или без статусом вконтакте причем у него весь тик ток состоит из того как он вожделенно себя хочет целиком и полностью во всех отношениях абсолютно кроме одного о да ты чё ты чё гонишь что ли во с фонариком своим несправедливо что статья за оскорбления ветеранов есть серьезно он реально под и под это просто вышел куда тик ток снял зачем а а что происходит come on ты чё А за кринж ветеранам нет. А ты за что? За кринж, братан, за кринж. Было бы прикольно посмотреть, как изменится его тикток на как заходить в хату сразу опущенным. Владимирский централ. До седьмого класса Андрей был очень застенчивым, ни с кем не общался и боялся внимания. Поэтому ходил в школу со своей доской. Когда я выходил к доске, то мне давали отдельную доску, чтобы меня никто не видел. Я не знаю, что у него за учитель. Но какого ляда ему давали отдельную доску? Это что за царь во дворца? Отдельная доска? У черной старой, поэтому, пожалуйста, интерактивная. Там еще и чтоб никто не смотрел и все равно недоволен. Просто не вкатила вот эта система нашего образования, так сказать. Чего? Чего тебе не хватило, я не пойму, кресла на воздушной подушке, чтобы к своей доске прилетать? Чисто тело в хиджабе планируют между рядами к интерактивке. В общем, длилось социальное поведение вплоть до 14 лет. В этом возрасте он прозрел. Понял, что я пизденный, охуенный. А понял он это, когда записался на бокс, которым занимался 4 года. Ооо, он занимается боксом? Ух, ё-моё. А у него маникюрчик аж потёкся. Из-за принципов. Я такой человек, я типа не люблю причинять боль другим людям. Поэтому после бокса Андрюша ушел в другой вид спорта. Бои без правил. Это были именно подпольные. Не обычные какие-то официальные, например. А это была как своя там мини-группировка. Ху-ху. Драйки, например, 10 на 10. И в подвалах дрались. Но в подпольной группировке были и свои недостатки. Андрей, та, тренер. Завтра бой, выступаешь в подвале. Нет, я поклялся не бить людей. Вообще оттуда нельзя уходить. Если ты хочешь оттуда уйти, то тебя бьют, а потом ты уходишь. Что ты несешь? Зачем? Зачем вы такую несусветную чушь снесете просто иногда на интервью? Зачем вы что-то выдумываете? Говорите в своей жизни все как есть. Не надо придумывать кринжового дерьма. Блин, ну чаще всего либо приукрашено настолько, что люди просто вот так вот сидят некоторые просто. Либо это сделано ради того, чтобы привлечь реально к себе внимание. Либо, ну это не знаю, это в какой-то параллельной вселенной может такое только случиться, наверное. Я не понимаю. Это странно как минимум. Как минимум, как максимум, как минимум, как в среднем максимум, минимум. Пожалуйста, тренер, нет. Сиди сюда. А зачем вас собирали на эти нелегальные бои? Ну, тренеру это просто вот нравилось как-то. Как же мне это нравится. Обосрали прямо на весь мой город из-за того, что я оттуда ушел. Однажды на кресле просто такая. Также связано почему именно Андрей Онвилс, а не моя настоящая фамилия. Я больше не за Чуханский. Отныне я. НООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО Плати одевать для себя. Но если б только ТикТока. Примерно год назад Андрей преиспал... Я просто, извините, я не шарю. Объясните, пожалуйста, там кто-нибудь в комментариях. Я просто, извините, я, правда, я не воспитан среди современной молодежи. Я, опять же, повторяюсь, я старых годов закалки, рожденный в 90-х годах. Извините, пожалуйста. Но я просто не шарю. Я родился в скромном маленьком городке, так сказать. И это как минимум странно. Да, у нас были там смешные переодевания. Мальчишки там и тогда могли переодеться, поржать, поприкалываться. Но не снимать же это видео на полной серьезке высовывая язык и показывая неприличный жест. Хотя этот жест очень оскорбительно считается в Европе. Так-то. Ага. Так-то. Ну, вообще-то. Ага. Ладно. Ладно. Судя, потому что последнее видео вышло 5 месяцев назад, делает так не шибко тронусь. О, вообще-то в Ютубе снимает видео. Капец, сложное видео на Ютуб записывать, я вам так скажу. Базаришь, братан. Я базаришь вот так. Господи, почему у него простуду не высыпало от самой начала губы дэд в конце самого? Первым делом. Финал. Долго думая, кто же самый тупой, я так и не пришел к однозначному решению. Ну-ну, объективность нахуй надавна. Так. Посоветовала выбрать путем подобное, притягивает подобное. Этот тупой предмет решит исход. Что вы сейчас чувствуете? Да не Милохин. Вы загадывали это на листке бумаги? Неразборчиво. Как всегда. А вы, кстати, вдвоем останьтесь. Потому что по правилам мои премии сначала вас бьют, а потом отпускают. Пока. Все. Пишите в комментариях, как считаете, верно ли улетел тупой предмет. Также обязательно ставьте лайк. Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь на канал. И обязательно подписывайтесь на инстаграм. В принципе. Там уже 10к собралось. Думаете, заря? И давайте, кстати, уже пробьем наконец-таки тренды. Представляете, шутка ли? Каждый ролик заря выходит. Нет, говорят. Все так хорошо, но что-то вот не так. Что-то не то это все, да? В общем, он задел с нами игру, которую он неминуемо проиграет. Давайте немножко поднажмем. И не будем прям на первое место залетать, да? Давайте сначала просто залетим куда-нибудь. Для начала. А так, все. Всем спасибо. Пока. Блин, а хорош. Хорош, он поднимает такие нормальненькие темки-то. Я не знаю. Если вам будет интересно, ребята, мы можем и дальше просматривать вместе данный канал. Ну и надеюсь, что сам автор не будет против того, что я на него реакцию записываю, так как Рындыч не отвечает никак совершенно мне вообще на вот это все, что вот так вот, да. Ну, блин. Я, конечно, в видео выкупил много таких странностей, если честно. Особенно, блин. Ну, камон. Особенно с Володей я, конечно, да. Как бы, блин. Последние два персонажа меня как минимум просто шокировали. И своим поведением, и своей двух личностью. Заданьку-то Милохина. Ну, он такой, как он есть. Ну, есть он, да. Ну, пацан просто на своих прикольчиках. Ну, по крайней мере, он как-то, ну, не знаю, безобидно он, что ли, выглядит, наверное, мне кажется. Вот. Ладно, что ж, ребята, пишите свое мнение в комментариях. Увидимся в следующем видеоролике. И всем пока-пока.